Эфир продолжает новости в студии Евгений Макитрюк. Здравствуйте и коротко о главных темах. Заболевших больше. В регионе зафиксировали рекордное число инфицированных COVID-19. Готовят к открытию. В реанимационном отделении Амурской областной клинической больницы отремонтировали 40 комнат. Ими гордится область. В Преамурье подвели итоги регионального конкурса «Поступки и люди». Стадион отремонтировали. Реконструкции спортивного объекта в Ивановке ждали несколько десятилетий. Ковидный антирекорд. В Амурской области за два выходных дня, 17 и 18 октября, выявили 133 случая заражения COVID-19. В лидерах по распространению инфекции Благовещенской свободной. Представители регионального управления Роспотребнадзора отмечают, все больше стали выявляться случаи заноса COVID-19 в школы и детские сады. Родители призывают не отпускать ребенка в образовательные учреждения с признаками заболевания. Между тем, в Преамурье за две недели почти 50 педагогов заболели коронавирусом. На укрепление их иммунитета из резервного фонда областного бюджета решено направить почти 5 миллионов рублей. На эти деньги закупят препараты для профилактики COVID-19. Также специалисты подчеркивают, что контроль над соблюдением масочного режима усилен. Ежедневно контролирующие органы выполняют рейды в торговых точках, автобусах, такси. За отсутствие маски физическим лицам грозит штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей. Также было подчеркнуто, что сегодня контроль над соблюдением масочного режима усилен. Рейды контролирующие органы выполняют ежедневно. За отсутствие маски физическим лицам грозит штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей. Между тем, по состоянию на 19 октября в Амурской области выявлено 63 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии зарегистрировано почти более 5 тысяч зараженных. Из них 4,5 тысячи выписаны с выздоровлением. Остальные продолжают получать лечение. 60 амурчан скончались. Благовещенская администрация на месяц закрыла двери для граждан. Личный прием решили перевести в дистанционный формат из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в областной столице. Работа при этом не останавливается. Горожане смогут подать свои заявления или задать вопросы через официальный сайт благовещенск.рф, оставить обращение в информационном киоске, который находится в здании мэрии, или воспользоваться порталом госуслуг. Проконсультировать специалисты готовы также по телефону. Номера опубликованы в разделе «Контакты» на главной странице муниципального сайта. Реанимационное отделение Амурской областной клинической больницы после ремонта готовится к открытию. Напомним, реконструкцию там не проводили 25 лет. За несколько месяцев работ было обновлено 40 комнат или 950 квадратных метров. Готовность этого объекта, а также ход ремонта в Благовещенской детской поликлинике номер один проинспектировал губернатор при Амуре Василий Орлов. Продолжит тему наш корреспондент. Оборудование мы все закупили, полностью оплатили. Часть оборудования мы уже передали в эксплуатацию в связи с ковидом. Койки и вывелые аппараты. Это реанимационное отделение Амурской областной клинической больницы. На реконструкцию было выделено 295 миллионов рублей. 90 из них на строительно-монтажные работы. Остальные направлены на приобретение медоборудования. Работы подходят к концу. Порядка 200 миллионов оборудования медицинское закуплено. На данный момент идет отмывка помещений, расстановка оборудования и подготовка к приему пациентов. То, что надо было, мы уже заказали. Дверь уже на подходе, через неделю приходит. Плитка уже пришла. Подвал уже закончили в черновом варианте. Сейчас внутри отопление подали, уже включили отопление. А это уже здание Благовещенской детской поликлиники номер один. Буквально за несколько месяцев здесь установили окна, сделали разводку, отопление, завершили устройство системы вентиляции и штукатурные работы. Идем в сроках. Сдача у нас 20 декабря. Подрядчик у нас закупил все отделочные материалы. Объект у нас обеспечен видеонаблюдением. Смотрим за ходом строительства работ. Объект в городе, поэтому и губернатор часто его посещает. И действительно подрядчик пока идет в графике. Руслан Козловский, Амурское областное телевидение. В хозяйствах области продолжается уборочная сои. В этом году кампания проходит с отставанием от графика. Коррективы в планы аграриев внесли прошедшие в Преамурье дожди. Так, в сельхозпредприятии имени Негруна Ивановского района смогли обработать меньше половины отданных под бобовые полей. Тем не менее, местные механизаторы планируют собрать всю сою, чтобы минимизировать возможные потери. О битве за урожай Юрий Камышный. Пока позволяет погода, работа в полях кипит с самого утра и до позднего вечера. Механизаторам необходимо успеть до прихода новых циклонов обработать максимальное количество посевов. В этом году уборочная проходит практически в экстремальных условиях. Переувлажненная почва не позволяет технике нормально работать. Многотонные комбайны буквально буксуют и вязнут в земле. Сложная уборочная, потому что, видали, переувлажненная земля тяжело. У нас буксировщик здесь. Это благо, что у нас туканы, они водовые у нас. Как бы нам маленько повезло, что купили такую технику. Так вот, акросы буксуют у нас, конечно, вытаскиваем. Ну, так вот убираем. В хозяйстве имени Негруна под сою отдано почти 14 тысяч гектаров земли. Пока смогли обработать около половины всей пашни. Хотя на эти же дни прошлого года уборочная уже подходила к концу. В прошлом году на сегодняшнюю дату у нас было уже убрано 82%. Сегодня у нас убрано на эту же дату всего 47%. По зябьи большое отставание. Зябьи у нас всего 17% подняли от убранной площади. В прошлом году 77% этот был. Сложности уборочной кампании добавляет не только переувлажненная почва. Значительная часть урожая бобовых в этом хозяйстве погибла от прошедшего града. У нас еще тысячу гектар градом выбило, поэтому еще не знаем, что на тех полях получим. Но когда потенциальный урожай насчитали биологическую, то примерно она сродни с тем годом. Такие же вымочки, столько же примерно в том году больше у нас на май пошло осадков и на начало июня. Мы позже посеяли, мы посеяли 20 июня последним. А в этом году весь дождь пошел на июль, когда она уже сформировалась. Ну и в принципе меньше она урон нанесла. В хозяйстве имени Негруна выращивают несколько сортов сои. В этом году у каждого разные намолоты. В среднем по хозяйству собирают 15-16 центнеров с гектара бобовых. За счет этого, даже с учетом потерь, здесь планируют частично возместить понесенный ущерб, который уже исчисляется десятками миллионов рублей. В сутки на зерновом дворе хозяйства подрабатывают до 900 тонн свежесобранной сои. Каждый час здесь просушивается 86 тонн бобовых. Зерно приходится пропускать через установку по несколько раз, чтобы довести его до нужной влажности – 12-13%. С полей оно поступает с более высоким показателем. Для сельхозпредприятия это дополнительные расходы, в том числе и на электроэнергию. Влажность больше у зерна. У зерновых условий. Мы долго перерабатываем, долго сушим. За один проход мы не высушим. Нам приходится по несколько раз прогонять через сушилку, если несколько раз сушить. В целом в хозяйстве имени Негруна обработать все посевы планируют в ближайшие две недели. Вся техника и люди к работе готовы. Главное, чтобы не подвела погода и в области не прошел очередной дождь. Между тем, всего в регионе под бобовое отдано почти 835,5 тысяч гектаров земли. Из них уже обработано только 30,5%. Юрий Камышный, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Иммигратится область. В Преамурье подвели итоги регионального конкурса «Поступки и люди». Он проводился второй год подряд. В 2019 году к участию приняли почти 100 заявок. В этом году более 150. Семеро амурчан стали победителями. Их признали лучшими за активную помощь нуждающимся во время пандемии, спасение жизни людей и другое. Подробнее расскажет наш корреспондент. Поисково-спасательный отряд «Гром» из «Свободного» объединил волонтеров изо всех городов Преамурья. За два года, что существует эта общественная организация, проведено почти 200 поисков людей. Заслуги активистов не остались незамеченными. Они стали победителями в номинации «Во имя жизни». За заботу о людях отметили руководителя новобурейского клуба «Росток» Ольгу Буренкову. Кстати, во время народного голосования она получила наибольшее число голосов – почти 50 тысяч. Чтобы отметить заслуги тех, кто вынужден работать в условиях пандемии, в этом году организаторы добавили две новые номинации – «Повод гордиться» и «Мы вместе». Победителями в них стали Наталья Воликова из «Зей» и Ольга Озёрная из Ивановского района. «Будет спецноминация, которая награждена Камагорцева Екатерина Николаевна, к сожалению, посмертно, так как она в период проведения акции скончалась от болезни». Победители конкурса, поступки и люди определяли путём народного голосования. Номинантов поддержали почти 260 тысяч человек. Это в два раза больше, чем во время прошлогоднего конкурса. О том, когда пройдёт торжественное награждение победителей, станет известно в ближайшее время. Наталья Ткачук, Дмитрий Козлов, Амурское областное телевидение. Пострадало четверо человек. Погибших нет. В Благовещенске произошло три ДТП. В первых двух водители угодили в одну и ту же яму. В другом автомобиль врезался в стену многоквартирного дома. Пересечение улиц Горького-Политехническая. Здесь идёт ремонт коммунальных сетей. Об этом свидетельствуют дорожные знаки и ограждения. Не заметив данных предупреждений, 17 и 18 октября в тёмное время суток Благовещенские водители угодили в яму. Оба двигались на легковых иномарках. Известно, помимо двух водителей в этих происшествиях также пострадал пассажир. Ещё одно ДТП произошло 19 числа. Машина такси врезалась в здание по адресу Островского, 14. По информации городского управления ГИБДД, в данной аварии пострадали двое человек. Это водитель и пассажир. Обстоятельства всех ДТП устанавливаются. В Ивановке завершилась реконструкция стадиона. Ремонта спортивной площадки в селе ждали несколько десятилетий. С вводом нового стадиона ивановцы получили возможность не только развивать различные спортивные секции, но и принимать у себя крупные соревнования, ближайшие из которых пройдёт уже в следующем году. Подробности далее. Открытие стадиона превратилось в настоящий праздник для селян. Этого события здесь ждали долгих 30 лет. Стоимость новой площадки 65 миллионов рублей. На эти средства здесь обустроили несколько отдельных зон для занятия волейболом, баскетболом, гандболом. Постелили искусственное футбольное поле, прорезиненные беговые дорожки. И на этом масштабная реконструкция спортивной площадки не закончится. На следующий год планируется здесь установить площадки для скейтборда, для BMX, для велосипедчиков наших. Поэтому мы знаем, что этот стадион будет жить, развиваться и нести большую социальную нагрузку для жителей Ивановки. Алена Князева более 10 лет профессионально занимается гандболом. Этот вид спорта очень популярен в Ивановке. Местные жители по праву могут гордиться своими спортсменами, среди которых есть даже чемпионы России. Алена не сомневается, в будущем ивановцам стоит ждать новых рекордов. Тем более, теперь для этого в селе созданы все условия. Спорт нужно развивать всегда, так как спорт способствует движению, улучшению настроения. Стадион в селе Ивановка будет не единственным спортивным объектом, который открылся в районе. Более половины заявок по программе инициативного бюджетирования, которые подали жители территории в этом году, связаны как раз с открытием или ремонтом стадионов. Более половины проектов – это спортивные площадки. Поэтому стадионы нужны. Мы планируем на следующий год в одном из сел нашего района сделать пришкольный стадион. Также на следующий год в рамках комплексного развития сельских территорий в Новоалексеевке мы тоже планируем сделать стадион. Ну и планы есть. Планируем, чтобы в каждом селе был нормальный стадион. Уже в будущем году Ивановский стадион станет центром спортивной жизни Амурской области. Именно здесь в 2021 году пройдет очередная сельская спартакиада. В том, что местные власти проведут ее на высоком уровне, здесь не сомневаются. Юрий Камышный, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Почти две сотни любителей бега приняли участие в Благовещенском этапе всероссийской акции «Кросснации». В Преамурье этот спортивный праздник проводится уже в 15-й раз. Однако в этом году соревнования изменились. Впервые трассу забега проложили не по улицам областного центра, а по лесной местности в 13 километрах от Благовещенска. Репортаж Евгений Вдовенко. Один, ноль. Благовещенский этап всероссийской акции «Кросснации-2020» стал лишь одним из многих проходящих в нашей области. В районах Преамурья череда легкоатлетических кроссов стартовала еще 26 сентября. При этом забег в областной столице впервые за 15-летнюю историю акции решили провести не по улицам города. Новшество этого года – это то, что «Кросснации» проводится на пересеченной местности. Мы вернули эту традицию, потому что все-таки легкоатлетический кросс – это бег по пересеченной местности. Это новое не только для организаторов, но и для спортсменов. Я думаю, у них будут новые эмоции, новые чувства и, наверное, новые показатели, новые рекорды, которые они смогут поставить. Настроиться на непростую дистанцию, изобилующую подъемами и спусками, спортсменам помогла в том числе и веселая спортивная разминка. Конечно, для большинства участников показанное на дистанции время было далеко не самым важным. Тем не менее, конкуренция в каждом забеге оказалась весьма серьезной. Сложность была в этой трассе в том, что дистанция проложена через пересеченную местность, и забегать приходится сразу в гору. То есть, и там приходится сразу укладываться. Сорпирницы достаточно подготовлены, бежали достаточно хорошо. Я даже не ожидала, что будет такой прекрасный уровень подготовки на таком городском мероприятии. Но в целом, в общем, могу сказать, что с мероприятия уеду хорошее настроение. Первый из забегов на три километра среди женщин уверенно выиграла член Легкатлетической сборной Благовещенска Татьяна Васьковская, пробежавшая дистанцию менее чем за 12 минут. Если сравнивать прошлый год и этот, то у меня результаты улучшились. Но нужно учитывать, что трасса стала сложнее в плане подъемов, длительность подъемов. Но я люблю бегать в спуски, поэтому на спусках у меня было преимущество. Поэтому все так сложилось хорошо. Помимо Татьяны, победителями забегов стали благовещенец Николай Дуденко, а также спортсмены Зейского и Октябрьского районов Валерий Акулин и Мария Гришунина. Евгений Вдовенко, Роман Козловский, Дмитрий Козлов, Амурское областное телевидение. На этом выпуск завершен. О развитии событий читайте на нашем сайте amurobl.tv. Подписывайтесь на инстаграм-аккаунт Амурского областного. На этом я прощаюсь. Всего хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова